С нами на связи Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление. Александр, рады приветствовать вас. Доброго дня. И, пожалуй, сегодня хотелось бы начать наш эфир с населенного пункта Ровнополь, который освободили вооруженные силы Украины, деоккупировали. Мы можем это называть абсолютно разными словами, не скрывая, конечно, своей радости за очередную победу вооруженных сил Украины. Но вместе с тем хотелось бы, чтобы вы дали экспертную оценку, потому что этот населенный пункт находится, судя по карте, на стыке Донецкой и Запорожской областей. И какое значение на поле боя несет сейчас эта территория конкретно? Что может происходить дальше и как могут развиваться события? Да, действительно, этот населенный пункт находится именно на стыке Запорожской и Донецкой областей. Он находится, скажем так, еще, помимо всего прочего, в полосе обеспечения. То есть это первая линия обороны российских оккупантов. И он находится на правом берегу, на правом фланге речки Мокрой Елы, вдоль которой сейчас силы обороны Украины продвигаются в направлении Старомлиновки. Старомлиновка – это в данном районе один из основных транспортных узлов, это первый момент. А второй момент – это опорный пункт, основной населенный пункт – опорный пункт, их российских оккупантов второй линии обороны. По сути, освобождение равнополя – это расширение нашего по флангам контроля, это первый момент. Второй момент – это фактически дальнейшее продвижение после освобождения Новодаревки и Лавадного, продвижение силы обороны Украины южнее в направлении Любимовки, в направлении Новозлатоволя, Малиновки. Опять-таки, это все продвижение вниз, ближе к южнее, к Старомлиновке, то есть выход на вторую линию обороны российских оккупационных войск. Это, безусловно, только лишь позитивно скажется на дальнейшие действия силы обороны Украины. Вот как раз про силы обороны Украины. Они продвигаются с северного и южного фланга под Бахмутом с участием многих бригад. Маловероятно, что Россия имеет существенные резервы, чтобы использовать их для подкрепления и переломить ситуацию. Об этом информирует британская разведка. Накануне она также сообщила, что вооруженные силы Украины перегруппировались и снова проводят большие наступательные операции на юге и востоке Украины. Они имеют постепенный, но уверенный тактический прогресс на ключевых направлениях. По данным аналитиков, украинские военные используют опыт первых двух недель контрнаступления, чтобы усовершенствовать тактику штурма глубокой, хорошо подготовленной обороны оккупанта. Я хотел вас спросить, Александр, как вот эти несколько дней, которые весь мир с замиранием следил за неудавшимся мятежом в Российской Федерации, что мы знаем о поведении противника в эти дни? Были ли они растеряны, отошли от своих позиций? Есть ли у нас какое-то понимание, что было на фронтах в течение этих суток? Что ж, какого-то глобального критичного воздействия оно не возымело. И оно и неудивительно. Этот марш, этот мятеж в России, он продлился менее суток. Не прошло и суток, как все закончилось. Если бы эти события затянулись хотя бы на неделю, если бы Пригожин зашел в Москву, если бы начались городские бои, если бы он поджег Фрунзенскую набережную, где находится здание Министерства обороны, в таком случае была бы нарушена работа оперативного штаба, оперативного командования, система управления передовыми подразделениями была бы неэффективной. Более того, она бы обрушилась целиком и полностью. Внутри самих подразделений российских оккупационных войск началось бы уже внутреннее противостояние, чьи приказы выполнять, на чьей-то стороне, на стороне Пригожина или на стороне Шойбу, Путина и так далее. Началась бы уже внутренняя разборка, гражданская война в зоне боевых действий у российских оккупационных войск. Но это все было бы в перспективе, если бы оно продлилось хотя бы неделю или две. А так, менее чем за суток, какое-либо воздействие было минимальное. Минимальная дезориентация, минимальная демотивация и деморализация и какого-то масштабного эффекта нет, оно не возымело. Но ведь на самом деле это повлияло несколько на ситуацию в Крыму. Скажем, понаехавшие стали еще активнее в очередь выстраиваться. Это явление среди так называемых гражданских больше наблюдается? Или все-таки среди военных или там запасных, я не знаю, так же это можно заметить? Относительно выезда с территории Крыма, в равной степени наблюдается как выезд семей российских военных, так и понаехавших. Ну и, конечно же, представителей сепаратистской коллаборационной среды. Ведь не только нестабильность ситуации в самой России на это влияет. Мы же видим, что каждый день на Крым что-то прилетает. А в Крыму постоянно что-то там происходит, какие-то хлопки регулярно, происходит какое-то регулярное задымление. Но один из наиболее таких ярких моментов, если не говорить о сегодняшнем очередном прилете по складам с боеприпасами, то Чангарский мост. Ну то есть сегодня Чангарский мост, а завтра Крымский мост. Что-то с ним может случиться опять. И тогда выехать из Крыма будет невозможно. Поэтому дальновидные выезжают сейчас. Менее дальновидные пока еще ждут. Александр, закрыть уже историю с мятежом в разговоре с вами. Вы замечательно в телеграм-канале проанализировали возможное наступление сил Вагнера через Беларусь, так как они туда выводятся частично или полностью, мы пока не знаем. Вы можете объяснить, стоит ли ожидать, и почему это провально, даже если они на это решатся, вновь пойти, только уже силами Вагнера, из Беларуси на Украину, на украинскую территорию? На сегодняшний день это для них будет самоубийственная миссия, безусловно. У них нет необходимого для этого ресурса. Я сравнивал с тем ресурсом, который использовали российские оккупационные войска 24 февраля 2022 года, когда через Беларусь вторгались на Северный Плацдарм. Так вот, ресурс ЧВК Вагнер, он даже и приблизительно не соответствовал тому потенциалу тех войск, которые вторглись в Украину чуть менее чем полтора года назад. И, по сути, у Вагнера в перспективе, даже если они объединятся с армией Беларуси, у них все равно не будет достаточного хотя бы приблизительно того ресурса, который был у российской армии опять-таки в 2022 году. И это все на фоне того, что Вагнер не имеет той штатной комплектации, что и российская армия. Это несколько иные подразделения. Они не будут иметь того же самого прикрытия с воздуха, прикрытия артиллерии, работы артиллерии и так далее и тому подобное. Потому эта миссия может быть для них просто самоубийственной, особенно на фоне того, насколько сейчас укреплен Северный Плацдарм, какие там сейчас линии обороны. И, кроме всего прочего, там постоянно находится достаточно серьезный ресурс силы обороны Украины для упреждения таких загроз. Ресурс боеспособный, укомплектованный. И опять-таки в 2022 году сжигались танковые колонны. А на этом в случае вторжения Вагнера что? Будут сжигаться колонны с буханками и пикапами, на которых установлены пулеметы «Максим». Ну, примерно как-то так это все будет выглядеть. Ну и вот в подтверждение ваших слов давайте приведем цитату командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины. На данный момент нет никаких признаков того, что Россия готовит новое наступление на Украину с территории Беларуси. Ситуация на этом участке границы остается стабильной. Все службы от разведки до инженерных войск работают в усиленном режиме. Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. По поводу заявлений о возможном участии ЧВК «Вагнер» в нападении на нашу территорию со стороны Республики Беларусь, хочу всех заверить, что ситуация в северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой. Украинские войска продолжают наращивать оборонительные средства. Сейчас не наблюдается ни увеличения количества техники, ни живой силы противника. Граница государства под надежной защитой в режиме 24 на 7. Если же враг попытается пересечь ее, для него это будет не что иное, как самоубийство. Наши воины готовы дать достойный ответ любому, кто решится пересечь государственную границу с оружием в руках. Сергей Наев. Генерал-лейтенант, командующий Объединенными силами ВСУ в Телеграм. И вот чтобы уже окончательно, скажем, понимать, что происходит, интересно, ваше мнение, не происходит никакого особенного движения, потому что нет такой возможности и нет ресурсов, или просто, скажем, есть такая возможность перевести дух, и можно еще ожидать впоследствии каких-то движений? Небольшое уточнение, движений где именно? Движений на границе. С Белоруссией? Ну, к примеру, да. Но, скажем так, если говорим про движения на границе с Белоруссией, то там для начала должны проводиться не те показательные действия, которые обычно делает армия Белоруссии, или, например, российские война, там войска, там, например, учения, какое-то слаживание, опять-таки тренировки совместные и тому подобное, должно произойти формирование ударной группировки, если мы говорим об угрозе наступления на Киев. Это совершенно иного рода комплекс мероприятий. И, по сути, с того момента, когда российские войска в 22-м году бежали в марте с Северного плацдарма обратно в Белоруссию, на территории Белоруссии даже начальной фазы, начального этапа повторного создания ударной группировки не наблюдалось. И на сегодняшний день, опять-таки, не наблюдается подготовки именно такого типа. Даже когда туда будет, если туда будет приброшен ЧВК «Вагнер», то, безусловно, как только начнется процесс подготовки ударной группировки, его невозможно будет не скрыть. Об этом начнут сразу же говорить. И поэтому на данный момент, на сегодняшний день, угроза, она, безусловно, она всегда будет со стороны Белоруссии, пока там такой тоталитарный лидер и диктатор, как Лукашенко. Но, по факту, угроза минимальная по состоянию на сегодня. Понимаем, мы не так много шансов, что и ЧВК «Вагнер» последует за своим предводителем, скажем так. Но это уже тема, скажем, будущего. Будем обсуждать по мере поступления новой информации. Хотелось бы перейти к теме херсонского направления. Российские войска пытаются вернуться на позиции, которые они занимали еще до подрыва дамбы Каховской ГЭС. Однако это, конечно же, осложняется необходимостью разминирования территории. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра силы обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Мы услышим ее цитату и продолжим. Сейчас, когда вода возвращается фактически в русло и даже отступает глубже в его пределах, противник пытается возвращаться на свои позиции. Это затруднено из-за того, что карта их минных полей существенно изменилась. Большая вода разбросала минные заграждения, которые российские оккупанты соорудили вдоль левого берега. Им приходится разминировать территорию перед тем, как возвращаться. К тому же их работа осложняется распространением кишечных инфекций. Россиянам на левом берегу сейчас сложно, потому что у них очень большие перебои с питьевой водой. А логистика не защищена. Наталья Гуменюк. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины. В эфире марафона «Еды не новыны». Знаете, пока все так выглядит, что все против оккупантов. Потому что даже мины, которые они оставляли, уже они могли поменять свое место. После подрыва Каховской ГЭС их просто могло принести водой куда-то в другое место. Во-вторых, мы знаем, что погибло немало российских оккупантов после их же подрыва Каховской ГЭС-дамбы. И также им приходилось ведь перебрасывать военных на другие направления для того, чтобы укрепляться на других направлениях. Так что же получается и какие на самом деле шансы российских оккупантов на Левом берегу? Я бы их не оценивал как достаточно высоких, например. Поскольку та группа войск, которая размещалась именно на Левом берегу, она была по своей боеспособности наименее, ну не то чтобы подготовленной, наименее укомплектованной. Если взять четыре основных плацдарма, Левобережную Херсонщину, Запорожскую область, Донецкую область и Луганскую область, то вот как раз Левобережная Херсонщина, это был именно тот плацдарм, где комплектация подразделений российских оккупантов была наихудшая. И те события, которые произошли с начала июня, а именно активизация сил обороны Украины в Запорожской области, вынудила их действительно перекинуть часть этих подразделений для усиления Запорожской области. То есть и без того ослабленная группировка была еще больше ослаблена командованием. Опять-таки трагедия на Коковской АГС, этот террористический акт, который совершили оккупанты, кардинально повлиял на их первую линию обороны, то есть ту же самую полосу обеспечения. Сейчас им довольно-таки проблематично ее восстановить. То есть у них нет полноценной полосы обеспечения, у них ослабленная группировка, которая и без того была, мягко говоря, не самой боеспособной. Это все отнюдь не на пользу оккупантам, поэтому возможности держать там оборону у них, скажем так, ну, мягко говоря, не совсем высокие. Спасибо. Благодарим вас, Александр. И в очередной раз всех зрителей, кто еще не подписался на ваш Телеграм, отправляю туда. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» был в нашем эфире. И в очередной раз всех зрителей,